Приветствую вас на канале Cashflow. В этом видео мы рассмотрим 10 акций к покупке в июне. Будут очередные рекомендации от аналитического сервиса ЗАГ, а также из премиум подписки Seeking Alpha. Все это уже бесплатно доступно подписчикам телеграм-канала. Присоединяйтесь и вы, чтобы быть первыми. И давайте сразу перейдем к топу. Лайк авансом, подписка и я начинаю. General Motors. Это крупнейшая американская автомобильная корпорация. До 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире и не разочаровала инвесторов своим отчетом о доходах за первый квартал. Отчет превзошел оценки аналитиков. Выручка в годовом осчислении составила 32,5 миллиарда долларов, а прибыль на акцию достигла 2 долларов 25 центов, превзойдя прогноз аналитиков в 1 доллар и 4 цента. Ну а менеджмент компании заявил, что годовая прибыль будет близка к верхнему пределу своего первоначального прогнозного диапазона, даже несмотря на глобальную нехватку микросхем. Ну и как обычно у компании General Motors, большая часть прибыли приходится на Северную Америку. У компании отлично получается извлекать выгоду из выпуска своих высокомаржинальных полноразмерных внедорожников, а также высокого спроса в США. General Motors также добилась хороших результатов на другом своем крупном рынке – Китае. Поставки выросли на 69% в годовом осчислении. А финансовая дочерняя компания General Motors, Financial, также продолжает извлекать выгоду из благоприятного сочетания низких процентных ставок, снижения уровня просрочек и рекордных цен на поддержанные автомобили. Ну а если взглянуть на финансовые мультипликаторы, то PIN-AE меньше 10, а средняя по рынку 17. В будущем видим, что значение немного подрастет, до 11, но все равно находится ниже рынка. Даже сервис Seeking Alpha ставит твердую A, то есть отличный показатель. Price to sell 0.70, то есть капитализация покрывается выручкой менее, чем за один год. И это говорит о недооцененности компании по данному мультипликатору. Price to book в два раза ниже рынка. Капитализация компании 82 миллиарда, ну а минусы, конечно же, есть. Это высокая долговая нагрузка. Но не будем забывать, что в Америке действуют нулевые процентные ставки. Хорошие результаты компании в первом квартале и надежные перспективы на следующие годы должны вселить в инвесторов уверенность в том, что General Motors продолжит с легкостью преодолевать трудности автомобильной промышленности. Ну а по мере ослабления ограничений поставок, компания сможет снова нарастить производство. А заглядывая еще дальше будущее, у General Motors есть множество многообещающих электромобилей. Обратите внимание на перезапуск суббренда Hammer. А его дочерняя компания по производству автономных транспортных средств Cruise также обладает огромным долгосрочным потенциалом. И несмотря на эти сильные стороны, акции General Motors остаются довольно дешевыми. И это делает компанию чрезвычайно привлекательной для долгосрочных инвесторов. Кстати, именно эту компанию рекомендовали аналитики сервиса ЗАК. Эта компания вошла в топ-7 лучших покупки в июне. Ну а остальные 6 вы можете посмотреть у нас в телеграм-канале. Ссылочка в описании. Ну а далее у нас IT-компания Laidals Holdings. Она предоставляет услуги и решения в сфере обороны, разведки и здравоохранения как в США, так и на международном уровне. Компания работает в трех сегментах. Оборонные решения, гражданское дело и здравоохранение. В число ее клиентов входят Министерство обороны, внутренняя безопасность, Федеральное управление гражданской авиацией и управление транспортной безопасностью. И обратите внимание на последние финансовые показатели. За квартал прибыль выросла на 8%. Темпы роста прибыли были немного ниже средних показателей компании за последние годы, в то время как рост выручки был даже выше. В настоящее время показатели оценки выглядят очень хорошо. Пинаи составляет всего 20,5, а форвардные пинаи 16,5. Оба этих показателя ниже средних по сектору. Так же как и Пинаэс, которая чуть выше единицы. Ну а по Price to Book компания оценена справедливо. С точки зрения теханализа акции готовы развернуться вверх. Если мы соединим минимумы марта прошлого года и минимумы октября, мы получим восходящую линию тренда, которая сейчас находится ниже текущей цены. И эта линия тренда может стать поддержкой и будет двигать акции вверх. Но все же главным драйвером роста в июне будут основные фундаментальные показатели. Они остаются сильными. Стабильная прибыль и рост выручки, рентабельность собственного капитала выше среднего. А показатели оценки особенно привлекательны в этой компании. Ну а следующая компания одна из лучших по версии сервиса Seeking Alpha. Скрины из которого я также публиковал в телеграм-канале. Citigroup. Прошлый год был тяжелым для банков, поскольку они были вынуждены отложить миллиарды долларов, чтобы защитить себя от потенциально разрушительных потерь по судам из-за пандемии. Однако благодаря действиям правительства США и Федеральной резервной системы все стало не так плохо, как могло быть. Citigroup проводит гигантское количество всевозможных операций. Банк обслуживает розничных клиентов через свой сегмент потребительского банкинга, который предлагает кредитные и депозитные продукты, а также институциональных клиентов через свой инвестиционно-банковский сегмент. Последний, кстати, обеспечивает гораздо большую часть выручки в 63%. Финансовые показатели Citi в первом квартале были неоднозначными. Банк обеспечил 5% рост выручки в годовом учислении в институциональном сегменте, но показал снижение на 14% в годовом учислении в потребительском сегменте. Компания упомянула, что более высокие платежи по кредитным картам стали причиной сокращения доходов потребителей, поскольку заемщики выплатили долги и потратили меньше денег, ну а некоторые секторы экономики все еще закрыты. Прибыль Citigroup в первом квартале составила 3 доллара 62 центов на акцию, при выручке 19,3 миллиарда долларов. Банк показывает хорошие результаты, но по сравнению с его конкурентами ему придется еще наверстывать упущенное. Мультипликатор P&E сейчас в районе 10, это чуть ниже, чем среднее по рынку, а капитализация покрывается выручкой чуть более, чем за два года, что также является ниже среднего по рынку. А такое низкое отношение цены к реальной балансовой стоимости дает возможности Сити догнать другие крупные банки, такие как JP Morgan и Bank of America. И также стоит отметить, что банк платит неплохие дивиденды, сейчас они составляют 2,6%. Компания L Brands превратилась из специализированного розничного продавца одежды в лидера сегмента, ориентированного на женское белье, средства личной гигиены, косметику и парфюмерию для дома. Компания владеет такими известными брендами, как Victoria, Secret и Best and Body Works. На мой взгляд, ключевыми факторами роста данной компании является ослабление ограничений, вызванных пандемией, государственные стимулирующие выплаты, а также главный ориентир компании – это выход на международные рынки. Все эти факторы обеспечивают долгосрочные возможности для роста акций. А хороший последний отчет привел к более лучшим прогнозам, как компании Best Body Works, так и Victoria's Secret. L Brands теперь прогнозирует прибыль на акцию от 85 центов до 1 доллара. И что немаловажно, компания объявила о новой программе выкупа акций на сумму 500 миллионов долларов. Ну а что касается фундаментальных мультипликаторов, то P&I в районе 14, а форвардный – 13. Оба этих показателя ниже средней по рынку. Капитализация покрывается выручкой всего за полтора года. Ну а из минусов – это высокая долговая нагрузка. Учитывая то, что последние три месяца акции L Brands выросли и превзошли показатели отрасли, инвесторы стали с оптимизмом смотреть на недавние шаги компании, которые включают в себя повышение прибыли за первый квартал 2021 года, а также планы по повышению акционерной стоимости и погашению долговой нагрузки. Эти действия говорят о том, что руководство положительно оценивает результаты деятельности компании в предстоящие периоды. Все эти факторы являются триггером роста акций в целом. На мой взгляд, потенциал еще не исчерпан, и акции продолжат расти. Аналитики считают 79 долларов справедливой стоимостью компании. 10 рекомендуют покупать, 7 держать. Coinbase. Не так давно компания Coinbase стала публичной, и ее акции резко выросли. В какой-то момент рыночная капитализация Coinbase превысила 100 миллиардов долларов, что сделало ее, хоть и на время, одной из крупнейших финансовых компаний в мире. Конечно же, это абсурд. И с момента дебюта на бирже, акции справедливо упали более чем на 31% и превратились в актив, который стоит держать в списке для наблюдения. И вот почему. История Coinbase началась в 2012 году. Как простой способ для людей и предприятий отправлять и получать биткоины из любой точки мира. С тех пор эта платформа превратилась просто в магазин всего для финансистов в криптоэкономике. Платформа предлагает пользователям более безопасный способ хранения и операций более чем с 45 типами криптоактивов. А владельцы могут задействовать некоторые из своих криптоактивов, зарабатывая проценты, размещая их на платформе Coinbase. Кроме того, они могут использовать свои активы для финансирования карт Coinbase. Да, это дебетовые карты, которые можно использовать в любом торговом центре. И на текущий момент Coinbase имеет огромную пользовательскую базу в 43 миллиона розничных инвесторов и 7 тысяч организаций, разбросанных по всему миру. Компания также извлекла выгоду из резкого роста цен на биткоины. Выручка увеличилась более чем до 1,3 миллиардов долларов, чему естественно поспособствовал рост объемов торгов. И это уже серьезные достижения. Но платформа Coinbase на этом не останавливается. Для нее все только начинается. И как бы мне не хотелось добавить такой мощный актив в свой портфель, стоит помнить, что криптоэкономика все еще находится в самом начале своего пути. Могут появиться новые конкурентные угрозы, а также новые технологии. И хотя Coinbase уже имеет серьезное преимущество в этой отрасли, нет никаких гарантий, что она сможет успешно использовать это в течение длительного времени. Да и акции также выглядят дорогими. И на данный момент по мультипликатору PNS торгуются в 24 раза выше своих продаж 2020 года. Но на мой взгляд, инвесторы должны держать такую компанию в своем watch-листе и наблюдать, станет ли ее оценка более приемлемой. Возможно, это произойдет уже в июне. Ну а следующая компания подойдет тем, кто инвестирует дивидендные активы. Именно эти инвесторы хорошо разбираются в способностях компаний с высокой долговой нагрузкой. Но давайте обо всем поподробнее. Energy Transfer – это одна из крупнейших компаний среднего сегмента энергоснабжения в Северной Америке. Да, у компании был ужасный 2020 год, когда акции потеряли половину своей стоимости. Ну а если посмотреть на цену акций за последние 5 лет, можно было и вовсе предположить, что компания была на пути к банкротству или что ее бизнес рушится. В период с 2015 по 2020 год цена акции Energy Transfer упала более чем на 80%. Столь ужасающей динамикой цен на акцию стала высокая долговая нагрузка. Ну а во время пандемии это и вовсе привело к панической продаже акций. Однако, когда мы смотрим на фактические результаты компании в 2020 году и в первом квартале 2021 года, мы видим, что Energy Transfer не испытывает серьезных операционных проблем. Компания по-прежнему демонстрирует очень хорошие показатели. Да, она по-прежнему имеет большую долговую нагрузку. Ее баланс не так силен, как у некоторых ее конкурентов. Но тем не менее, сокращение долга на 3,7 миллиарда долларов всего лишь за один квартал означает существенное улучшение дел. И как мы видим сейчас, деятельность компании была довольно устойчивой в последние кварталы. Ее акции остаются относительно дешевыми и предлагают солидную дивидендную доходность в районе 6%. Ну и если руководство продолжит сокращать долю заемных средств, а также компания продолжит генерировать значительный денежный поток в 2021 году, то я осмелюсь предположить, что мы можем увидеть долгосрочный потенциал роста акций компании. Еще одна идея из рисковых активов. Компания Splunk – это разработчик программного обеспечения для обработки и анализа машинно-генерируемых данных. Первоначально основной деятельностью компании Splunk была безопасность, то есть отслеживание потенциальных угроз в сети. Но с тех пор компания выросла и ее деятельность стала гораздо шире. С начала года акции компании Splunk упали более чем на 30%, а относительно исторического максимума в 225 долларов акции упали почти на 50%. И продолжили падать даже несмотря на сильные показатели прибыли за последний отчетный квартал, а также оптимистичный прогноз на весь 2021 год. Инвесторы также были обеспокоены уходом технического директора компании. Хоть эта должность и не является ключевой в компании, но все же это негативно отразилось на движении цены. И как мы видим из этой презентации, отрасль, в которой работает Splunk, вырастет на 40% в течение трех лет. То есть компания может излечь выгоду из этой растущей отрасли. Но если посмотреть на финансовые показатели, выручка у компании немного замедлилась. Связано это с тем, что компания переходит на SaaS-модель. Ожидается, что выручка Splunk снова вырастет и ускорится. Бизнес по подписке растет с экспонентной скоростью. А количество клиентов, платящих более 1 миллиона долларов за услуги Splunk, увеличилось на 44% в 2021 финансовом году. Скорее всего компания сможет получить еще больший доход от существующих клиентов, продавая им дополнительные услуги, а также облачный сервис. Ну а аналитики с Wall Street видят рост акций аж на 50% и рекомендуют покупать. Ну а на мой взгляд, цена акций Splunk достигла неоправданно низкого значения, учитывая ее будущий потенциал и переход на SaaS-модель. Ценность данных со временем будет только увеличиваться, что дает большие возможности для компании. Но я бы посоветовал инвесторам проявить осторожный оптимизм в отношении Splunk. Ну а далее компания Goodyear. Это один из крупнейших производителей шин и других резинотехнических изделий, а также полиметаллов для автомобильного и промышленного рынка. Шинный бизнес компании разделен на три географических сегмента. Америка является крупнейшим сегментом компаний с точки зрения выручки. За 2020 год доля составила 53% от общей выручки компании. Второй по величине сегмент, на который приходится 32%, это Европа, Ближний Восток и Африка. Но азиатско-тихоокеанский сегмент приносит всего 15% прибыли. И только в текущем году прибыль компании увеличилась на 37%, и такому результату способствовала как покупка компании Rabin Taya, которая расширила ее сеть и укрепила поставки, так и совместное предприятие с Bridgestone, которое сулит хорошие долгосрочные перспективы. А предстоящее приобретение Goodyear компании QP Taya укрепит лидирующие позиции фирмы в мировой шинной промышленности. Goodyear регулярно выпускает инновационные продукты и услуги, чтобы увеличить продажи и оставаться конкурентоспособными на рынке. Последняя разработка этой интеллектуальный прототип шин, который позволит операторам автопарка общаться в режиме реального времени с помощью мобильного приложения. Все эти факторы говорят о возможном росте в будущем. Я думаю, что стоит рискнуть одним или двумя процентами от своего портфеля. Teneco. Американская машиностроительная компания. Производитель автокомплектующих. Компания занимается разработкой, производством и продажей инновационных продуктов, а также систем для обеспечения чистоты воздуха. А основной сегмент выручки приходится на продукты и системы, которые предназначены для уменьшения загрязнения и оптимизации работы двигателя для клиентов легковых автомобилей, грузовых и внедорожников. На мой взгляд, компания Teneco совершила ключевое приобретение, купив компанию Federal Mogul, которая является ведущим мировым поставщиком оборудования в области автомобильной, аэрокосмической, морской, железнодорожной и внедорожной техники. И это укрепило масштабы и перспективы компании Teneco, а также обеспечило различные коммерческие, финансовые и операционные синергии, которые уже дают положительную динамику. Плюс к этому, покупка компании Ohles расширила ассортимент продукции и ускорила разработку передовых решений для интеллектуальной подвески. И такие разнообразные бизнес-сегменты компании будут только способствовать органическому росту ее. Ориентация на инновации, качество и производительность во всех сегментах бизнеса ускоряет темпы ее роста. Teneco опубликовала более сильные, чем ожидалось и результаты за первый квартал. И в отличие от большинства своих конкурентов, менеджмент компании значительно повысил прогнозы на 2021 год. И на мой взгляд, разнообразные бизнес-сегменты, вероятно, будут способствовать органическому росту самой компании. Ну а из китайских активов я бы выделил випшоп. О компании випшоп я подробно рассказывал в этом видео. Идея с випшоп мне нравится стратегией их флеш-продаж. Принцип очень простой. Два раза в день, утром и вечером. Компания предлагает различные продукты со скидкой до 70%. И люди внимательно следят за такими скидками. Это становится чем-то вроде ежедневного ритуала. Зайти на сайт и посмотреть, какие товары продаются с дисконтом. В свою очередь, випшоп является крупнейшим интернет-ретейлером в Китае, у которого работают более 1300 специалистов, которые курируют выбор, используя аналитику данных и отношения между брендами и клиентами. Я считаю, что цена сейчас очень привлекательна. Текущий уровень представляет собой хорошую возможность для покупки. Показатели, которые мы рассматриваем, включая текущий форвардный ПНЕ в районе 13, ну а мультипликатор ПЭК, который я также отмечаю, менее единицы, что говорит о хорошей покупке в этот момент. Долгов у компании практически нет, и это хорошо. Все же в Китае не такие ставки, как в США. Да и без долгов компании легче расти и развиваться. Ну и денежные потоки за последние годы, как мы видим, тоже растут. И прогнозы по росту также позитивные. Если компания сможет превзойти ожидания аналитиков, то это может дать сильный импульс для роста акций в будущем. Ну а по мнению аналитиков с Wall Street, праведливая цена находится в районе 31 доллара, то есть рост более чем на 37%. И если видео было вам полезно, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и переходите к нам в телеграм. Ну а также напишите, какие акции вы покупаете прямо сейчас. А у меня на этом все. Всем спасибо за внимание.